Моё имя Садипал. Я думаю, что доктор Закер играет со стихами. Это жонглирование стихами. Ислам разделяет народы всего мира на две категории. Есть верующие и неверующие. И определённо, мы не верим в большинство вещей, о которых говорит ислам. Поэтому то мировое братство, которое ислам хочет навязать нам, о котором ты говоришь, никогда не осуществится. Ислам порождает только противоречия и раскол. И также мы можем узнать, что существуют шииты и сунниты и другие 70 течений в самом исламе. Задайте свой вопрос. Нет проблем, оставь его. Ислам не может осуществить всемирное братство. Только индуизм может осуществить всемирное братство. Ислам приказывает убивать коров, убивать неверующих, грабить их имущество, поощряет варварство и нападки на женщин. Как со всем этим может осуществиться всемирное братство? И когда вы говорите о всемирном братстве, на самом деле это лишь жонглирование словами. И также вы говорите об индуизме именем Ислама. Брат сделал несколько комментариев. И Аллах говорит, воистину, Аллах, терпеливыми. Чтобы осуществить всемирное братство, у тебя должно быть терпение. Если я не проявлю терпение, то будет конфликт между мной и моим братом. Ислам говорит во второй суре Аль-Бакра в 153-м аяте. Воистину, Аллах, терпеливыми. Чтобы осуществить братство, ты должен быть терпеливым. И я уважаю моего пожилого брата здесь. Возможно, он хорошо изучил индуизм. Но мне жаль это говорить, но его изучение Ислама довольно слабовато. Я согласен с ним, что в Исламе есть две категории людей. Первый – это му'минун, верующие. И вторая, как он сказал, это каферы, неверующие. Но ты забыл сказать, что во всех религиях есть две категории людей. И даже в индуизме. Индуист и неиндуист. И в христианстве. Христианин и нехристианин. В иудаизме – иудей и не-иудей. И в Исламе – мусульманин и не-мусульманин. Так чем же отличается Ислам? Я здесь не для того, чтобы критиковать индуизм. Я здесь не для того, чтобы критиковать его. Но так как ты ученый-спикер, я хочу поговорить об индуизме. Потому что я студент сравнительного религиоведения. Я читал Веду, я читал Упанишады. Я хочу сделать небольшой комментарий в соответствии с тем, что упомянуто в Веде. Что человечество было создано из четырех частей всемогущего Бога. Из головы были созданы брахманы – ученые. Из груди были созданы кшатри – войны. Из бетер были созданы вайши – бизнесмены. И из ног были созданы шудры – рабы и слуги. Это кастовая система. Я здесь не для того, чтобы комментировать это. Я не хотел бы задеть чувства у моего брата-индуиста. Ислам не согласен с этим. Я не буду комментировать эти вещи. Я не критикую никакую религию и не критиковал никакой религии. Я не говорил, что эта религия неправильная. Но ты, если ты хорошо знаешь свою Веду, ты должен засвидетельствовать перед аудиторией. Разве Веда не говорит, что из головы были созданы брахманы? Из груди кшатрия, из бедер вайши – класс ученых, класс воинов и класс бизнесменов. И шудры – это класс униженных рабов и слуг. Есть книги, написанные доктором Амбиткаром, говорящие насчет этой темы. Я не хочу вдаваться в подробности. Я изучил индуизм очень хорошо. И я уважаю определенные аспекты индуизма. И с некоторыми я не согласен. Я должен это сказать, потому что ты вынудил меня это сказать. Коран говорит в 6-й суре Ана-Ам, в 108-м аяте. Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха. А не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и поневежеству. То, о чем я постоянно говорил, это положительный аспект индуизма. И это вера в концепцию одного Бога. И относительно твоего вопроса, который говорит, что мусульмане продолжают убивать людей, и также ты сказал, они продолжают убивать коров, правильно? Ты сказал это. Как ты видишь, каждое утверждение требует ответа. Но время не позволяет мне. Я просто отвечу на несколько. Если же у тебя останется вопрос, ты можешь задать его заново. Я здесь, чтобы прояснить заблуждение. Это мне в удовольствие. Если я проясню недопонимание, только тогда человек поймет Ислам лучше. По этой причине на наших сессиях мы отвечаем на вопросы. Добро пожаловать. Когда кто-то критикует нас, мне нравится это. Чем больше человек критикует, и чем больше его аргументы логичны, он лучше будет понимать Ислам. Это то, что я делаю. Ислам говорит, распространяйте послание истины. И Коран говорит в 16-й сюре Ан-Нахаль, 125-м аяте. Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием, и веди спор с ними наилучшим образом. И относительно того, можем ли мы быть вегетарианцами. Брат говорил об убийстве коров и так далее. Есть много немусульман, которые говорят, «Знаете, вы мусульмане, вы безжалостные люди. Вы убиваете животных». Просто для информации, брат. Мусульманин может быть очень хорошим мусульманином, даже будучи чистым вегетарианцем. Быть вегетарианцем не противоречит тому, чтобы быть хорошим мусульманином. Но поскольку в Коране в нескольких местах сказано, что нам дозволено кушать мясо с кота, почему мы должны запрещать себе? Коран говорит в 5-й сюре Аль-Маиде в 1-м аяте. О, те, которые уверовали, будьте верны обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещена. И Коран говорит в 16-й сюре Аль-Маиде в 5-м аяте. Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу, и также вы употребляете его в пищу. И Коран повторяет в 23-й сюре Му'минун во 2-м аяте. Вы можете есть мясо скота. Знаете, здесь был доктор, медицинский врач, насколько я знаю. Он говорил, что невегетарианская еда очень богата разными белками, железом и очень питательная. И только из невегетарианской пищи вы можете получить необходимые питательные вещества, которые невозможно получить из другого места. И даже с тем, что белки сои, которые, как предполагается, лучшая форма белка в овощах, не идёт ни в какое сравнение с животными белками. И относительно темы забивания коров, если ты прочитаешь индуистские писания, и ещё раз, я здесь не для того, чтобы критиковать какую-либо религию, но ты задал вопрос, поэтому я должен говорить правду. Изначально в индуистских писаниях дозволялась плотская пища. Но после того, как на них повлияли другие религии, люди увлеклись разными философиями, как Кахимса, которая говорит о недозволенности убийства животных. И они приняли эту философию как стиль жизни. В противном случае, ислам в наибольшей степени соблюдает права животных. И я могу провести целую лекцию только о правах животных в исламе. Ислам – это религия, которая запрещает причинять вред животным и перегружать их, и поощряет относиться к ним хорошо и кормить их, и лечить. Но когда это необходимо, их дозволено использовать в пищу. Ведь они созданы для пищи. Если вы проанализируете другие религии, которые верят в философию, что вы не должны есть мясо, эта философия была основана на концепции, что вы не должны убивать животных, потому что они живые существа. Поэтому быть не вегетарианцем – это грех. Я согласен с ними. Если бы кто-нибудь мог жить в этом мире, не убивая ни одного живого существа, я хотел бы быть первым. Знаете, наши братья-индуисты говорят, что каждое живое существо – твой брат. Любое живое существо. Будь то животное, или птица, или насекомое. Я задам простой вопрос. Как человек может прожить хотя бы пять минут без убийства миллионов его братьев? Те, кто знают медицинскую науку, поймут, о чем я говорю. Ведь всякий раз, когда ты дышишь, ты вдыхаешь миллионы микробов и убиваешь их. Это означает, что в этой религии, убивая своих братьев, ты выживаешь. Что же касается всеобщего братства в исламе, каждый человек – твой брат. А братья по вере – это каждый мусульманин. Все живые существа не являются моими братьями. Но мы должны защищать животных, и не должны вредить им, и не должны мучить их. Но когда требуется, вы можете употребить их в пищу. Поэтому, когда философия говорит, что быть невегетарианцем – это грех, потому что это убийство живых существ, сегодня наука говорит нам, что даже у растений есть жизнь. Вы знали об этом? Поэтому логика, что убийство живых существ – это грех, она ошибочна. Так что теперь они поменяли логику и говорят, да, у растений есть жизнь, но растения не чувствуют боли. Поэтому убийство животных – это больше грех по сравнению с убийством растений. И знаете, сегодня наука продвинулась, и мы узнали, что даже растения могут чувствовать боль, растения могут даже плакать, и растения могут даже чувствовать себя счастливыми. Так что логика, что растения не могут чувствовать боль, также потерпела неудачу. Но плач растений не слышен человеческому уху, потому что человеческое ухо может слышать частоту от 20 до 20 тысяч герц. Всё, что в этом диапазоне, человеческое ухо может слышать. А всё, что меньше или превышает этот диапазон, человеческое ухо не слышит. Например, если хозяин собаки подует в ультразвуковой свисток, собака услышит. Вы знаете ультразвуковые свистки для собак? Частота этого свистка превышает 20 тысяч герц. и доходит до 40 000 Гц. Собака может слышать до 40 000 Гц. Поэтому, когда хозяин дует в свисток, собака слышит свист. И это называется бесшумный собачий свисток. И аналогично, плача растений не может быть услышан человеком. Но они также плачут, и они также чувствуют боль. Знаете, был один брат, который спорил со мной до конца. И он сказал мне, «Брат Закер, я согласен с тобой, что у растений есть жизнь, и они могут чувствовать боль. Но знаешь, у растений есть только два или три чувства. А у животных есть пять чувств. Поэтому убивать животное – это больше грех по сравнению с убийством растений». Поэтому я сказал ему, «Давай представим, что у тебя есть младший брат, который рожден глухонемым без двух чувств. И после того, как он вырастет, если кто-то пойдет и убьет его, скажешь ли ты, судья, «Судья, дай убийце меньшее наказание, потому что у моего брата не было двух чувств». Скажешь ли ты это? Но ты скажешь, «Судья, дайте ему двойное наказание, потому что он убил невинного человека». Поэтому в исламе логика не работает подобным образом. Два или три чувства. Но ислам говорит в Суре Аль-Бахара в 168-м аяте, «О люди, вкушайте на земле то, что дозволено и чисто». Что означает? Все, что полезно и дозволено, вы можете употреблять в пищу. Если вы проанализируете, это причина, по которой можно забивать скот, и это мудрость Аллаха Субханаху ва Та'аля. Ведь воспроизведение рогатого скота очень быстро. По сравнению с воспроизведением других животных и людей. Их размножение происходит очень быстро. И если я соглашусь с собой, что ни один человек не должен употреблять в пищу мясо скота, тогда у нас будет перенаселение крупнорогатого скота в мире. А что касается забивания коров, есть книга, написанная Мауляна Абдул-Каримом Тарихом. «Убой коров, чья выгода и кто виноват». Если вы проанализируете, люди, которые занимаются кожей, кожей коров, большинство из них не мусульмане. Кожа, джинсы, это они занимаются этим. Так что люди, которые несут ответственность и которые получают большую выгоду от забоя коров, это не мусульмане. Их больше, чем мусульман. Поэтому если вы хорошо знаете историю, если вы хорошо знаете логику, вы поймёте, что говорит Аллах. «О, люди, вкушайте на земле то, что дозволено и чисто». Если вы можете, нет проблем. И кроме того, если вы проанализируете, у травоядных животных, коров, коз и овец, у них только плоский набор зубов. А если вы посмотрите на набор зубов плотоядных животных, как лев, тигр и леопард, у них есть острые клыки, и они могут употреблять только плоть. А если вы посмотрите на набор зубов человека, если хочешь, можешь посмотреть в зеркале на свои зубы. У нас есть клыки, резцы и премоляры и маляры. Если бы всемогущий Бог хотел, чтобы мы были вегетарианцами, почему Он дал нам острые клыки и для чего? Чтобы есть плоть. И также, если вы проанализируете пищеварительную систему травоядных животных, коров, коз и овец, вы обнаружите, что они могут переваривать только траву. А пищеварительная система хищных животных, как львы, тигры и леопарды, они могут переваривать только плоть. А пищеварительная же система человека может переваривать как плоть, так и траву. Если бы всемогущий Бог хотел, чтобы мы были только травоядными, Почему Он дал нам пищеварительную систему, которая может переваривать ОБА? Так что с научной точки зрения, если вы проанализируете, всемогущий Бог хотел, чтобы мы питались как травой, так и мясом. Надеюсь, я ответил на вопрос. Если у тебя есть какие-либо вопросы, любые другие заблуждения, я с удовольствием отвечу на одно неправильное представление. Чтобы быть справедливым к другим людям, я отвечаю на один вопрос за раз. Спасибо, брат. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на YouTube. Барак Аллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман.